Всем привет! В эфире Универ Ньюс. В студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. В КФУ приехали представители региональных профсоюзных организаций. Сборник сочинений татарского поэта презентовали в Казанском университете. Что было на форуме восточных языков и культур. В КФУ приехали представители региональных профсоюзных организаций. Их встретило руководство университета, а также был представлен доклад о профсоюзе КФУ. Подробнее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол, посвященный столетию студенческого профсоюзного движения. В нем приняли участие представители региональных организаций профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров и проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. Директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова рассказала о профсоюзе университета и работе с иными организациями. Нашей профсоюзной организации более 30 лет. И за 30 лет действительно мы прошли очень многое. И еще, наверное, те результаты, они благодарят той преемственности, которая у нас сохранилась. И наша основная задача – это объединение именно студенчества и объединение вообще университетского сообщества. И вовлечение их не просто, чтобы они были у нас членами профсоюза, а именно активными членами профсоюза. Вот эту задачу мы перед собой ставим. Помимо профсоюза существует несколько организаций и объединений, например, студенческий совет. Все вместе они принимают участие не только в улучшении условий для сотрудников и студентов, но и влияют на образовательный процесс. После доклада был задан вопрос о взносах в профсоюз. Каково отличие в сумме у обучающихся на бюджетной и контрактной основе? Мы не делим ни контрактных студентов, ни в случае выделения каких-то ресурсов, либо оказания им соответствующих услуг. И точно так же они платят все одинаковые износы. То есть они получают одинаковый диплом. Когда они поступают и переходят через порог университета, разницы нет. Артем Топичкин, Ленардо Валитяров, Александр Юдин, Универньюс. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета презентовали семитомник избранных сочинений татарского поэта Розиля Валеева. О том, как прошла эта встреча, узнаем в следующем сюжете. 23 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась презентация семитомного книжного издательства «СРЛР» произведения народного поэта и писателя Татарстана Розиля Валеева. На ней присутствовал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я очень рад, что эта встреча, Розилия Смогиловича, презентацию семитомника вы проводите здесь, в Институте межкультурной коммуникации. И пройдя по коридорам, стенам, посмотрев на аудиторию, можете увидеть, каким образом сегодня осуществляется подготовка кадров. Также ректор подчеркнул важность подобных мероприятий в жизни студентов университета. Я хотел бы, чтобы вот эти встречи, Розилия Смогиловича, коллеги дорогие, наши гости были почаще, потому что нельзя воспитывать элиту, не общаясь с этой элитой сегодняшнего дня. Книги изданы татарским книжным издательством и дают возможность максимально полно ознакомиться с богатым творчеством писателя. В отдельные тома включены поэтические произведения, романы, повести, пьесы, литературные переводы, статьи и многие другие жанры творчества, охваченные Розилием Валеевым в ходе его жизненного пути. В завершении встречи поэт и писатель подарил свой семитомник ректору КФУ. По словам Ильшата Гафурова, книги найдут достойное место в его личной библиотеке. Камиль Гемастинов, Виолетта Басова, Универньюз. Международный форум восточных языков и культур начал свою работу в Казанском федеральном университете. Подробности узнаете в следующем сюжете. В течение четырех дней, с 24 по 27 апреля, на площадке Института международных отношений КФУ пройдет серия мероприятий, посвященная культурам и языкам Кореи, Китая, Японии, Турции и Вьетнама. В этом году в рамках форума впервые состоялся всероссийский конкурс молодых преподавателей и учителей китайского языка, на котором выберут самых достойных и талантливых педагогов. Конкурс делится на два этапа. Первый этап – это открытый урок со студентами, которые предоставлены. Он проходит сегодня. А второй этап – это мотивационная речь. Конечно, был заочный этап, он был видеоэтап. Очень много заявок было со всех регионов. И были выбраны именно финалисты. Китайское направление в этом году – одно из самых масштабных. В рамках обозначенной конференции, посвященной актуальным вопросам преподавания китайского языка в 21 веке, будут подниматься такие темы, как разработка учебников, ведение ЕГЭ и ОГЭ по китайскому языку, а также утверждение госстандарта по китайскому языку для школ. Мероприятие у нас проводится для привлечения, во-первых, внимания к преподавателям, к учителям китайского языка, а также для мотивации этого контингента. И для того, чтобы студенты, в том числе сегодня студенты у нас сидят, наши студенты, в роли студентов для открытого урока, тоже видели, что у нас есть разные методы, разные способы преподавания китайского языка, что есть разные преподаватели, и тоже больше, может быть, начали ценить наших преподавателей. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ-Ньюс. КФУ богат своей магистрской программой. Особенно большой стимул в этом году придают развитию образовательных программ, связанных с изучением и сохранением историко-культурного наследия. Подробнее в сюжете Алсу Саттаровой. В КФУ имеется целый ряд профилей подготовки в области исторических наук, среди которых присутствует и магистрская программа «Реставрация историко-культурного наследия», при Институте международных отношений. Мы уже существуем три года, мы очень успешно развиваемся, и у нас совершенно необычные и формы магистратуры, и подход к обучению студентов. Особенностью данной программы является подготовка реставраторов за счет интенсивов, где магистранты, полностью освобожденные от других занятий, в течение четырех недель проходят обучение. То есть в течение месяца студенты две недели осваивают один материал, две недели другой. В частности, первый курс, первые две недели интенсива учились реставрации кости и кости подобных материалов. Приезжал реставратор из кунсткамеры. Сейчас две недели идет обучение реставрации черного металла. Каждый преподаватель приезжает на две недели и ведет интенсивный курс занятий, где органично сочетается теория и практика. Для поступления на данную магистрскую программу необходимо написать вступительный тест, который опубликован на сайте университета, а также пройти собеседование. Алсуса Тарова, Олег Апачаев, Универньюс. О важности сохранения здоровья в условиях цифровой среды говорили на Международной научно-практической конференции. Она прошла в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Анна Глазунова расскажет подробности. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла третья международная научно-практическая конференция. Тема обозначена как социально-экономическая эффективность управления общественным здоровьем в условиях цифровой среды. Проблема общественного здоровья очень актуальна, Потому что на сегодняшний день все ходят в больницу, но не знают, как же быть здоровыми. Мы пытаемся ответить на этот вопрос. Решить проблемы, которые сегодня существуют в системе здравоохранения, возможно только путем интеграции различных направлений, в том числе экономики, управления здравоохранением, вопросов медицинского права. В рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект укрепления общественного здоровья. К нами уже подготовлена стратегия здорового образа жизни. Это основополагающий документ, который будет реализован до 2025 года и представляет собой комплекс мероприятий, разделенных на меры, направленные на индивидуальную профилактику и популяционную профилактику. Очень важно, чтобы каждый гражданин понимал, что прежде всего необходима его собственная ответственность за сохранение собственного здоровья, самоконтроль своего здоровья и своевременное, соответственно, обращение в наши медицинские учреждения. В конференции приняли участие представители Министерств здравоохранения Татарстана и России, врачи, студенты и все, кому важна тема здоровья. Проблема здоровья – это проблема не только врача, это проблема пациента, это проблема его образа жизни и проблема управления своим здоровьем. Мы бы хотели найти подходы, которые позволят сделать пациента здоровым еще до того, как он вынужден обратиться к врачу. В рамках конференции прошли сессии и секционные заседания. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова